Это Данил, а это спиннер. У Данилы есть работа, семья, друзья и хобби, а это все еще спиннер. Данила любит играть в баскетбол и в бадминтон, ну а это спиннер. У Данилы никогда не было спиннера, а у спиннера никогда не было Данилы. И вот они встретились, и теперь Даниле не нужна ни работа, ни друзья, ни семья, ни хобби, ни баскетбол, ни бадминтон, только спиннер. Доброго времени суток, с вами Данила Рыжкин. И, конечно, я очень благодарен своим родителям за то, что могу жить в поколении спиннеров. Хотя, если серьезно, это сарказм. Добро пожаловать на мой канал. Свет, камера, мотор! Спиннер. Возможна новая раковая опухоль современной парадигмы общества. Ведь я иду в магазин за хлебом, и на прилавке рядом с хлебом я вижу спиннеры. Я иду на работу, и на остановке я вижу алкашей не только с бутылкой пухла в руке, но и со спиннером. Я прихожу на работу, и на рабочем месте мои подчиненные сидят со спиннером в руке, который отвлекает их от рабочего процесса, и они приносят меньше денежных средств себе в карман и в компанию. И я вижу спиннеры в новостях. Но тут все понятно. Ведь россиянин, который сидит у себя дома на диване, после якобы тяжелого рабочего дня, кушает свой одноцветный бутерброд, он смотрит эти новости, видит, что все плохо из-за спиннеров, и забывает все мерзкое и жуткое, что творится вокруг него. И это выгодно правительству, естественно, оно покупает эти новости, чтобы россиянин думал, что все плохо именно из-за спиннеров, а так все хорошо, и шел бы дальше голосовать за это же правительство, которое проплачивает эти новости, чтобы россиянин за них голосовал. Такой порочный круг. Но Ютуб, ты-то куда, Ютуб? Серьезно? Спиннеры на Ютубе так долго держались в топах, серьезно? И вот все эти видео новостного характера про спиннеры, сравнение спиннеров, что можно сделать со спиннерами, как можно родить спиннер, как можно убить спиннер. Ютуб, серьезно? Ты серьезно, Ютуб? Серьезно? Да как же пообидать тебя, Ютуб? Делая этот выпуск, понимаю, что я инфоблядь. Но я хотя бы это признать могу. А 98,5% видеоблогеров не могут это признать. Они и не хотят это признать. Они не понимают, что должны это признать. Они вообще не понимают, кто они такие. Потому что 98,5% населения имбецилы. Но если рассматривать это в рамках блогерского сообщества, получается 98,5% блогеров тоже имбецилы, и тоже вообще ничего не понимают. О, Ютуб! Это же альтернативная площадка. Мы в ней должны давать новости, которые вызывают спор у зрителя. Не просто популизм, а именно спор, чтобы голова думала. Ну или хотя бы давать философию какую-нибудь. Давать информацию, которую не даст телевизор. Мы ведь здесь именно ради этого. Мы сюда ради этого пришли. И зритель ради этого сюда изначально шел. А что мы получаем? Спиннеры, гомункулы, сто слоев, Николай Соболев и рэп от блогеров. Ну зашибись! Просто, когда я создаю свой контент, я как раз и хочу вызвать такой диссонанс. Я хочу, чтобы человек спорил, чтобы он думал. Когда я делаю новостные ролики, я, например, делаю ролики про Докхантеров, и не говорю, что это плохо, или не говорю, что это хорошо. Я разбираю это с разных точек зрения, с разных позиций. Так же и про Шурыгину, так же и про новые клипы, так же и про войну, так же и про тисака, про деньги, про выборы, про политику, про все что угодно. Надо разбирать с разных сторон. Давать многогранность. Нет! У вас популизм, у вас спиннеры, у вас Николай Соболев. Отличный контент. А ты зрителя-то хаваешь и позволяешь такому контенту расти. Да, возможно, меня опять боминт из-за того, что я-то создаю как раз что-то с изюминкой, так сказать, но до сих пор остаюсь в андеграунде, что меня, кстати, отчасти все-таки игреет. Ой! Обидно лишь то, что не могу достучаться до людей, что хватит быть нормальным, пора быть рациональным, потому что тот нормальный мир, в котором мы сейчас живем, это стагнация. А если ты стагнируешь, то ты не достоин дышать воздуха, которым дышит нормальный человек. Именно в полноценном значении слова «человек». Я надеюсь, до тебя дошла моя мысль. Уж не буду вам все разжевывать, как ваши любимые блогеры. Ну а с вами был, есть и будет всегда Данила Рыжкин, самый субъективный продач на всем YouTube и во всем интернете. Еще раз, не будьте нормальными, будьте рациональными. Всем спасибо. Всем дислайк. Пойду еще парочку трюк со спиннерами сделаю. Ха-ха! Это же так здорово! Субтитры сделал DimaTorzok